Быстрые, маневренные и простые в управлении. Так говорят танкисты 44-й отдельной механизированной бригады о своих боевых машинах. Немецкие «Леопарды» уже несколько месяцев помогают военнослужащим держать оборону украинских земель. На позициях танкистов побывала и наша корреспондента Алена Грамова. Промерзшие борозды на дорогах в полях после сильных морозов, сверху снег в несколько десятков сантиметров. Такие маршруты – не проблема для бронированной техники весом более 40 тонн. Немецкая боевая машина способна разгоняться до 65 километров в час, преодолевать трехметровые траншеи. Запасы хода у «Леопарда-1» – до 600 километров. Что подобается в этой машине, что назад он движется очень быстро, то есть больше 30 километров. Это возможность выскочить и сразу вернуться назад, не подставляя слабую часть машины заднего. Ну, это очень хорошо. Цифровая система управления, лазерный дальномер и баллистический калькулятор. Такое оснащение танка позволяет улучшить точность огневого поражения цели при любых погодных условиях. Да, он наводен на сель, не знаю куда, какие сектора у меня. Я навожусь. Стреляю по команде. А от чего зависит влучное попадание? У этому танку столько настроек. Главное, чтобы они были правильно настроены. Стреляло на 2 километра, то эффективно. Экипаж «Леопарда-1» – это 4 человека. Командир, водитель-механик, заряжающий и наводчик. Такое пространство достаточно большое для работы экипажа. Вот я, например, сейчас не сижу, а стою в полный мой рост. Можно увидеть, это 165 сантиметров. Но, в свою очередь, это, как говорят ребята, не очень хорошо, потому что за счет такого большого, скажем так, места в салоне и габариты танка, они тоже велики. Но даже при таких габаритах у этого танка практически не слышна работа двигателя. Это, отмечают бойцы, очень важно на передовой. Можно быть дольше незамеченным. Не менее важна и скорость стрельбы. Если танки наши стреляют, там, в среднем конвейере крутятся, смотря откуда, то 8 секунд, то я лично проверял, у меня людина заряжала от пострела до пострела, проходило 4 секунды. Ударные БПЛА и управляемые ракеты – основная опасность для любой бронированной техники на фронте. Часто после удара экипаж погибает от детонации боеприпасов в салоне танка. У «Леопарда-1» в таких случаях есть свои преимущества. Снаряды гильзованы. Получается, у них пороховый заряд, ну, как и в пули обычной, в гильзе. При попадании даже того самого аккумулятивного, он не детонирует. Да, может быть, упилки, особого склада и так дальше, но он не детонирует, и башня тут не завивается. Недостатком немецкой боевой техники бойцы называют слабую броню и неготовность танка к нашим морозам. Преимуществом замену двигателя при наличии всех деталей – за 2-3 часа. Кто бы не сказал, что много минусов, что это техника музейная, поначалу. Великие броневые автобусы, я скажу так. Эти музейные экспонаты еще себя покажут. Бойцы отмечают, при штурмах такую технику лучше использовать для прикрытия работы других боевых машин. Из-за точности попадания по целям «Леопард-1» может эффективно проводить подготовку к наступательным операциям, нанося точные удары по закрепившимся российским позициям. Алена Грамова, Евгений Кармазин, Александр Колычев для телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова